Уважаемые друзья, большое спасибо за все выступления, которые и выслушал здесь. У меня в целом сложилось такое впечатление, что все-таки вопрос права на молитву лежит в первую очередь в политической плоскости. О законах уже здесь много было сказано. Да, в целом законы содействуют, скажем так, развитию религиозных организаций в нашей стране. Ну а на практике мы сталкиваемся действительно со множеством случаев, когда возникают препятствия. Препятствия самого разного рода. И случайно у нас в пословице есть такая русская, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. В принципе закон, да, содействует религиозным организациям, но на практике действительно мы сталкиваемся с серьезными препятствиями. И я думаю здесь действительно как-то действовать разнопланово, не в каком-то одном вопросе. Чаще сегодня религиозные организации сами по себе, по отдельности пытаются решить вопросы где-то с возвращением храма, где-то со строительством новых храмов, где-то с получением земли и так далее. Вот насколько я представляю, системного подхода какого-то на сегодня не существует. Я бы предложил дойти к решению этого вопроса с точки зрения системности и обратиться к нашей градостроительной политике. У нас все-таки в государстве есть градостроительная политика. Пусть она, скажем так, не является целостной, как было в советское время, когда охватывала всю территорию страны. А по крайней мере хотя бы какие-то отдельные крупные города осуществляют свою деятельность на основе градостроительной политики. И учитывая то, что у нас очевидно в ближайшие годы будут создаваться, и уже в принципе процесс начался, создаваться городские агломерации, и вот с этой точки зрения я бы предложил поработать как раз с этим самым градостроительным кодексом. Радостроительную политику так переориентировать, чтобы она, ну скажем, отражала интересы верующих людей. Возьмем в качестве примера строительство школ, да, там кинотеатров. На определенное количество людей предусматривается на определенной территории строительство таких социальных учреждений. Почему бы не прописать вопрос о строительстве храма на определенной территории в зависимости от определенного количества верующих, проживающих на этой территории? Это было бы вполне разумно. Система работает по другим социальным учреждениям, и в этом случае тоже, наверное, бы система заработала. Ну, а как решать, кому предоставлять, это уже, ну это конкретные вопросы, которые надо будет решать. Как определить численность верующих на определенной территории, к какой конфессии они относятся и так далее. Это уже вопросы все-таки практического характера. Так что я думаю, что вот это вот вопрос внесения изменений в градостроительную политику, внесения изменений в градостроительный кодекс, я думаю, вот это одно из важных направлений, где надо поработать. Потому что если, ну скажем так, даже по Москве, да, 200 храмов православных построек, отдельное было решение внесено в градостроительный кодекс, и в соответствии с этим решением строятся эти храмы. Так что почему бы не внести подобные вещи в градостроительные проекты различных городов с учетом тех религиозных конфессий, религиозных организаций, которые существуют на той конкретной территории. Так что я думаю, что вот в этом направлении надо тоже двигаться, и насколько я знаю, пока в этом плане мало что делается. Спасибо за внимание. Спасибо.